Доброго времени суток, дорогие телезрители! Вы смотрите программу «Спорт-клуб». В студии работают Власий Сергеев и Дарья Анкехова. Сегодняшний эфир, начало сегодняшнего эфира будет полностью посвящено седьмым спортивным играм народов Республики Саха-Якутия, которые недавно завершились в Амгинском Улусе. Ну и как вы уже догадались, дорогие друзья, мы пригласили в студию представителей судейского корпуса, также представителей организационного комитета, также и команд. Но прежде чем приступить к разговору с ними, давайте вспомним, как же проводились первые игры. Давайте обратимся к истории. У нас есть небольшой материал. Внимание на экран. Спортивные игры народов Республики Саха-Якутия проводятся один раз в четыре года в различных Улусах Республики. Первые игры были проведены в 1996 году. Спортивные игры народов Республики Саха-Якутия проводятся один раз в четыре года в различных Улусах Республики. Первые игры были проведены в 1996 году в Усть-Алданском Улусе. Они были посвящены столетию Олимпийских игр и получили неофициальное название Якутской Олимпиады. Тогда победу одержали в центральной зоне город Якутск в Северной Верхоянский Улус. Вторые игры в 2000 году принял Хангаласский Улус. Соревнование проходило по 16 видам спорта, шесть из которых были олимпийские. Также провели состязания спортивных семей. В 2003 году третьи игры прошли в Тампонском Улусе и приняли участие более 700 спортсменов. Четвертые спортивные игры народов Якутии в 2006 году были проведены в Сунтарской земле. Хозяевами пятых игр в 2010 году стали алекминцы. По 15 видам спорта, честь своих команд защищали около 800 человек. В том году в играх участвовали спортсмены из 34 Улусов. Шестые игры пять лет назад состоялись в Намском Улусе. Тогда приняло участие рекордное количество – более 2000 спортсменов. Летом прошлого года игры должны были состояться в Амге, но из-за разрушительного паводка их перенесли на 2019 год. Ну что ж, обратились мы к истории наших игр, нашей Якутской Олимпиады. И сейчас давайте приступим к общению с нашими сегодняшними гостями. Итак, сегодня у нас в студии Альберт Иванович Трофимов. Он является главным судей седьмых спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. А также Константин Иванович Бурцев, начальник управления физической культуры и спорта города Якутска. Семенович, простите. Здравствуйте, добрый вечер. Ну и, конечно, первый вопрос. Мы окунулись немножечко в историю, как улусы принимали первые спортивные игры народов Севера. Какова же прошла организация этих игр и на каком уровне? Ну, хотелось бы сказать, наши вот эти седьмые спортивные игры пошли на очень высоком уровне, так как периодичность у нас, как вы сказали, один раз в четыре года. Но в связи с паводком, как бы, через пять лет эти игры состоялись. И в действительности, и глава Олуса Николай Архипович, и все население, мобильная его команда, очень тщательно подготовились к данным соревнованиям. Это было видно по приезду в село Омга. Это благоустройство, озеленение, скверы. Очень много, например, людей, которые были очень радушно, принимали, значит, делегации. И, соответственно, те объекты, которые были предоставлены для проведения спортивных игр, были построены вовремя. Ну, конечно же, есть маленькие нюансы, потому что данные спортивные сооружения строятся соображения для потом эксплуатации Амгинского область и села, например, да? Не сравнить, например, со столицей, с городом Метинск. Ну, в общем, оценка высокая. Ну, да. По соревнованию, которые проводились, на высоком уровне все проводилось. И сами вот все участники были довольны размещением, питанием. Ну, и, конечно же, теми, значит, объектами, на которых проводились соревнования. Действительно, стоит отдать должное Амгинскому Олусу. То есть, несмотря даже на стихийное бедствие, пусть и спустя некоторое время, на год, да, были перенесены игры, но все же игры состоялись и прошли на высоком спортивном и организационном уровне. Ну, и, собственно говоря, о итогах, да, в итогах этих игр мы можем обратить внимание на, конечно же, должны обратить внимание, вернее, на итоги по группам. Дорогие друзья, мы представляем вашему вниманию инфографику с итогами, спортивными итогами игр по группам. Итак, давайте посмотрим на первую группу. У нас в первой группе победу праздновала команда города Якутска. И тут сумма мест у команды 30. Давайте объясним это, как на играх ДГН, да, примерно, условно, 16 дисциплин. И везде, если вы занимаете первые места, то у вас сумма мест 16. Идем далее. На втором месте команда Нюрбинского Улуса. Сумма мест 119. И тройку лидеров у нас замкнула сборная Нерингвинского района. Сумма мест 153. Далее идут команды Мирненского района, Спортивного студенческого союза, Алданского района, ДГСХ. И замыкает у нас первую группу сборная Ленского района. Перейдемте ко второй группе. Во второй группе у нас первое место заняла сборная Чурокчинского Улуса. Сумма мест 52. На втором месте у нас соревнования завершили представители первой команды Амгинского Улуса. Хозяева соревнований. Сумма мест у них 62. И на третьем месте у нас оказалась сборная Мегина-Кангаласского Улуса. Сумма мест 63. Обратите внимание на плотность в этой группе. Ну и далее у нас идут сборные Намского Улуса, Усталданского, Хангаласского, Вилюйского, Сунтарского, Татинского, Верхневилюйского, Горного, Алёкминского, Амгинского Улуса. Это у нас вторая команда и городского округа Жатай. Идем далее. Группа под номером 3. В этой группе у нас победу праздновала команда Верхоянского Улуса. Сумма мест у нас здесь 141. На втором месте Кобяйский Улус. Сумма мест 145. И на третьем месте сборная Тампонского Улуса. Сумма мест 146,5. Опять-таки обращаем внимание на плотность. Далее идет команда Аймяконского Улуса, Устьмайского Улуса, Среднеколымского, Булунского и Устьянского Улусов. Ну и группа под номером 4, дорогие друзья. Тут у нас первое место заняла сборная Оленёкского Улуса. Сумма мест 151. На втором месте Аннабарский Улус. Сумма мест 192. И на третьем месте Момский Улус. Сумма мест 214,5. Далее у нас идут команды Жиганского, Лайховского, Верхнеколымского, Нижнеколымского, Эвенобытантайского и Абыйского Улусов. Вот такие они результаты общекомандного зачета. Ну я думаю многие команды оправдали надежды своих наставников. Ну а для некоторых возможно госпожа удача улыбнулась чуть меньше. Вот хотелось бы обсудить результаты. Константин Семёнович, на ваш взгляд, вот какая всё-таки из команд для вас стала таким вот явным фаворитом? Появились ли у вас любимчики? Если взять, в общем, всю республику и нашу группу. Город Тюку всегда является фаворитом. И мы были... Это не ховастуство, но то, что у нас первое место будет. По итогам завоеванных мест, путёвых, это было ясно заранее. Но заранее было, но спортсменам и тренерам была поставлена задача. Это первое место и работать на качество. В прошлых играх в «Навцах» мы завоевали 8 командных первых мест. Поэтому я поставил задачу увеличить вот этот показатель. Но в этом году спортикады и улусы готовились хорошо. У нас получилось, наоборот, уменьшилось. Это нас радует, потому что, значит, конкурент растёт. И поэтому у нас в этом спортикаде 5 первых мест. В прошлой спортикаде было 8. Константин Семёнович, как вы поняли, в целом результатом сборной команды Якутска вы довольны. Для тех, кто, может быть, не понял, мы объясним, что Константин Семёнович у нас является ещё и представителем сборной команды Якутска. И он пришёл замечательным трофеем. Обратите внимание на этот кубок «Красавец» победителю первой группы. Ну и Константин Семёнович, говоря о вашей команде, сколько спортсменов защищали честь Якутска? И выступали ли вы во всех видах спорта? Или же были дисциплины, в которых столичные спортсмены заявлено не было? Как уже я сказал, наши якутские спортсмены выступали во всех программах, но где-то чуть поменьше, по тёпке завоев, на каком-то виде спорта. А так по всем видам. И самая многочисленная делегация у нас была спортивная, это, считая представителей тренеров и участников, 221 человек. И выступили, я считаю, что достаточно хорошо. Есть кое-какие моменты по другим видам спорта, вопросы. Ну, ближе потом мы уже подведём итоги. Есть над чем работать ещё, да? Есть над чем работать. Отлично. Ну, а вот хотелось бы узнать, всё-таки было заявлено 16 дисциплин, ну, а также проводились же ещё внезачётные какие-то соревнования. Вот по каким видам спорта и здесь каковы результаты? Ну, как пробный бит спорта был включён бильярд показательный. И там тоже наши спортсмены из города Якутска бильярдицы заняли первое место. Там было ещё перетягивание палки соревнования, вот интересный там вариант проведения соревнований был. Ну, от города Якутска команда, ну, наша команда заняла третье место. Я считаю, тоже это неплохо. И по остальным были программы, по программе виду спорта во всех мы прошли. Ну, на прошедших играх, да, вам в Ангинском лусе действительно было очень интересно наблюдать за всеми дисциплинами. Везде проходили очень напряжённые, да, напряжённая борьба за лидерство. И мы знаем то, что на этих играх народов республики в Амге было установлено несколько рекордов. Альберт Иванович, обратимся с этим вопросом к вам. Какие же рекорды и в каких дисциплинах? Ну, у нас есть, конечно, вот рекорды и игр, и рекорды республики, да. По лёгкой атлетике среди мужчин в тройном прыжке спортсмен из Меганакангласского луца Шерген Георгий установил рекорд, прыгнув на 15 метров 75 сантиметров. А также усилданец Артур Бурцев в беге на 10 тысяч метров, установил рекорд 31 минуту 47,08 секунд. Ну и среди женщин, спортсменка из Верхневилюйского луца Сардана Трофимова установил рекорд в беге на 5 тысяч метров. Наша звезда, все знают, да, результат её 16 минут 31,36 секунд. Она также ещё марафон у нас выиграла. Ну и мужская сборная АМГИ в составе Романа Алексеева, Ивана Шергена, Михаила Жарина, Леонида Филиппова стала победителем эстафеты бега на 800, 400, 200, 100 шведской эстафеты и установила новый рекорд республики с результатом 3 минуты 21,15 секунд. Ну, как мы видим, отличились представители лёгкой атлетики, королевы спорта, да? Да, у них дисциплины много, значит, 11 дисциплин, естественно, есть выбор. Шансов больше, да, установить? Да. Им в этом плане везёт, да. Ну и Сардана у нас была до этих замечательных игр и, кстати говоря, немного переживала, думала, получится или не получится. Получилось. Получилось. Да, ну и у нас подходит время к концу. Ну и подытоживая, да, вот разговор в рамках первого блока, да, вот всё-таки мы давайте поставим по десятибалльной шкале, да, амгинские игры в АМГе. Вот, Альберт Иванович, из десяти. В целом 9 баллов точно. 9 баллов точно. Может, 9,5 поставить. 9,5. Хорошо, сойдёмся на этом. Дорогие телезрители, мы сейчас прервёмся на короткую рекламную паузу, после которой продолжим оподводить итоги седьмых спортивных игр народов Республики Саха-Якутия, которые прошли в АМГе. Оставайтесь с нами. После короткой рекламной паузы с вами вновь телепередача «Спортклуб» в студии работают Василий Сергеевич и Дарья Антехова. Напоминаем вам о том, что итоги этих игр сегодня мы подводим с главным судьёй спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. Это Альберт Иванович Трофимов, а также с председателем спортивного комитета сборной команды города Якутска Константином Семёновичем Бурцевым. До ухода на рекламу мы поговорили о таблицах, о результатах, о цифрах, о рекордах. А вот сейчас хотелось бы окунуться немножечко в культурную программу. Как принял район народ Амгинского улуса именно всех спортсменов? Какая программа была, насколько насыщенно яркая, как трибуны переживали? Немножко эмоциональный фон этих игр. Что касаемо сборной города Якутска, мои спортсмены первая партия выехала 2 июля. И я 3 июля выезжал, ну, первая партия, ребята довольны, их на границе встретили, хлебом с Олью, фотографию ребята довольно отправляли. Потом, когда мы 3-го, тоже встреча очень хорошая, ну, жили в первой школе, как все команды, питались там. Ну, я понял, что амгинцы делают все, чтобы гостям было приятно, чтобы все были довольны. Люди старались, поэтому говорили, что там плохо было, это будет неправильно. Конечно, они старались, они как могли, так и оказывали вам радушный прием, да? Да. Ну, а что касаемо условий проживания для спортсменов? Вот мы на рекламе говорили, что немаловажным, да, фактором для спортсмена является именно вот отдых, подготовка, питание. Вот здесь как сработал организационный комитет? Ну, что касаемо спортсменов и условий проживания, я считаю, что в условиях улуса, и вот это, да, спортсмены и все. Здесь только много народа живет в спортивной школе образовательной, класса, ну, все тут этих люксовых номеров, конечно, нету, по многу народу в одной комнате. Ну, спортсмены народ привыкли. Тяжеловато, но... Ну, все терпели, все знали, что лучше никак нельзя. Я думаю, выезжая на соревнования, не стоит ожидать, действительно, номер класса люкс. Нет, люксовый номер, действительно, все-таки соревнования. Ну, и у меня вопрос к Альберту Ивановичу. Вот в программу седьмых спортивных игр народов впервые были включены адаптивные дисциплины. В каких видах спорта прошли состязания и вообще, каков был накал? Ну, в действительности, как бы, в седьмых играх принцип пошел такой, как бы, спорт без границ. И в действительности, вот у нас впервые за историю всех проводимых игр включены, значит, виды по адаптивным видам спорта, да. Например, у нас легкая атлетика, пода была, где у нас бежали, значит, и 100, и 200, и 400, и 800 метров, а также колясочники бежали, а также еще бросали ядро. Ну, и также у нас это было все на стадионе, после программы легкой атлетической классической. И, значит, волейбол сидя у нас проходил в село Бетюнцах, рядом, значит, с центром адаптивной физкультуры, там был построен хороший такой спортивный зал именно для адаптивной физкультуры. И там у них по двум площадкам провелись эти вот эти игры. У них были специальные свои такие, как бы, болельщики, приезжали, полный зал, и они также очень активно вообще все вот эти игры, как бы, поддерживали играющих. Их вообще было очень приятно вот видеть, азарт ихний, как обычные волейболисты играли, показывали такие приятные, хорошие вот такие технику и, естественно, волю к победе. Не менее напряженная вот борьба там шла, да, чем вот в классическом волейболе. Когда показывали вот по онлайну, у нас впервые, в действительности, у нас еще онлайн показ был, прямо где МФЦ, потому что МФЦ проходил волейбол, и там негде было яблоко упасть, да, для зрителей. В коридоре стоял маленький монитор, и еще на улице поставили большой монитор, и все там стояли время от времени, не только волейбол показывали, но все виды показывали, в том числе и волейбол-пода. Вообще там очень был ажиотаж такой большой, зрители вообще и на улице, и внутри прямо болели, вот, да не могу, можно сказать. Ну, действительно, да, я там тоже имел удовольствие, да, вот побывать, и аншлаг был впечатляющий. Ну, затронули мы тему вот объектов, да, и действительно в селе Бетюинцы был построен замечательный зал для адаптивных видов спорта, и у нас есть материал по этой теме, да, так что, дорогие телезрители, давайте посмотрим сюжет и обратим внимание на эту тему. Буквально год назад на этом месте был пустырь, а сейчас новый спортивный объект уже открыл свои двери. Этот спортивный зал играет очень большую роль для не только села Бетюинцы, но и села Ангинского района, потому что здесь будут заниматься не только люди с ограниченными возможностями, но и в целом все жители Ангинского улуса, и в целом будущем этот объект сыграет большую роль для развития массового спорта и физической культуры в Ангинском улусе. Объем финансирования этого объекта составил 130 миллионов рублей. Финансируется объект за счет пожертвования компании «Алроса» в селевой фонд будущего поколения. Не случайно этот зал построен именно в Бетюинцах. Это один из самых гуссонаселенных сел Ангинского улуса, и именно здесь находится реабилитационный центр для инвалидов. Многофункциональный спортивный зал для адаптивных видов спорта общей площадью более 1400 квадратных метров представляет из себя двухэтажное здание. На первом этаже расположен основной зал для занятий волейболом и баскетболом, а также тренажерный зал. На втором этаже борцовский зал. Все в здании адаптировано для людей с ограниченными возможностями. Ну что ж, действительно замечательный спортивный комплекс построили в селе Бетюинцы, и, наверное, это даст толчок для дальнейшего развития спорта как среди здоровых людей, так и людей с ограниченными физическими возможностями. Дай бог. Ну и продолжая разговор на эту тему, Альберт Иванович, как вы думаете, появление таких объектов в Ангинском улусе, в частности этого центра для адаптивных видов спорта, как повлияет на дальнейшее развитие адаптивного спорта в Ангинском улусе, и вообще каковы дальнейшие перспективы адаптивных дисциплин именно в программе спортивных игр? Ну, конечно же, как бы сказать, для этого и строятся, например, такие объекты, чтобы в действительности, независимо, например, от заболеваемости, люди, например, которые хотят заниматься физической культурой спорта, приходили в такие сооружения и спокойненько играли, да, или там занимались каким-то другим видом спорта, например. Тем более, там есть реабилитационный центр, да, и как раз ЛФК и лечебная физкультура, она именно должна проводиться вот в таких специализированных залах. Ну, а то, что касается, например, самих ангинцев, например, да, они и по мужчинам, и женщинам, именно по поводу заняли первое место, да, они уже готовы были к этому, потому что и в обычных залах они играли, но здесь данный зал, например, еще даже даст возможности не только в нашем регионе хорошо выступать, но и, наверное, будут уже они выступать и на дальнейшем регионе, и на Россию будут выходить. Я думаю, спокойненько, так как у нас есть наша звезда в Санкт-Петербурге, которая играет уже в сборной команде Российской Федерации по поводу, да, я думаю, Амга у нас славится волейболом, и именно этот вид у них будет еще более развиваться. Ну, мы ждем результатов тогда, да, от ангинского улуса, и, конечно, будем сопереживать, да, всем спортсменам, и ждем уже такие плоды, да, этого хорошего дела. Ну, это же стадион, у них стадиона уже не было такого, да, и действительно, такой шикарный стадион, который также построен и центр, и вот этот стадион, который построен по всем требованиям, можно сказать, мирового уровня, да, здесь уже будут, они готовятся и по леготлетике, есть и сектор, значит, прыжковый, есть и сектор братская ядра, и, соответственно, все это будет в купе полностью, комплексно готовить всю команду по всем видам. Ну что, спасибо, Власий, до старта седьмой Якутской Олимпиады мы в прямом эфире практически на протяжении часа проводили жеребьевку по командным видам спорта, тогда у нас у всех тряслись руки, мы переживали, телезрители тоже, и давай все-таки теперь уже обсудим результаты. Да, ну и, конечно, у нас по командным видам спорта у нас, это волейбол классический, волейбол сидя, конечно же, баскетбол и мини-футбол. Ну и говоря, давайте, собственно, об этих видах, главные сюрпризы, неожиданности, ну давайте с волейбола начнем у нас там среди мужчин, сумасшедший просто финал получился, ну и какие комментарии по вот именно волейболу классическому? По волейболу классическому, как и ожидалось, мы ожидали, что Англа выиграет, так и получилось. Ну, конечно же, вот Чурапча, и, ну, были такие предположения, что намцы будут соперничать с Амгой, но Чурапча показал, что они в действительности, у них есть институт культуры, да, где именно они со студентами готовятся и, соответственно, дали такое большое конкуренцию и вышли на второе место. Ну, в волейбол с идеей я говорил, что Амга, первый команд, занял первое место, Мегене-Кангаласский улус занял второе место и третье место также занял Намский улус. И так видно, где большие залы, там они и хорошо готовятся. Ну, соответственно, баскетбол, это Мегка у нас в городе Якутске, но вот так как на прошлых играх у нас намцы вошел такой большой спортивный зал, и намцы у нас заняли второе место, ну и не подкачали кангаласцы, которые постоянно были всегда в тройке. Ну, и мини-футбол, мини-футбол, вот как говорили, да, Якутс раньше ходуном ходил, да, всегда первое место, а тут вот в финале они с Мегене-Кангаласским улусом так зарубились, да, что в действительности тут по финале вышли там первые Якутс, да, например. Ну, вот это конкуренция, ну и, конечно, третья тут у нас неренглинская команда была. Ну, вот сейчас наши телезрители могут посмотреть, да, такие краткие совсем фрагменты из истории седьмых Игр народов Севера. Да, именно по командным видам спорта. Действительно, жеребьевка, да, соревнования начинаются уже в процессе жеребьевки и действительно вносят определенные коррективы, да, в ход турнира. Ну, я думаю, Константин Семенович вот сейчас прокомментирует именно по мини-футболу, да, действительно Якутск добился замечательной победы. Раньше, да, вот раньше, потому что время было, ну, немножко другое, да, когда вот Заря выступала в ведущих ролях высшей лиги, но сейчас немножко, конечно, ситуация другая. И, Константин Семенович, вот насчет победы сборной Якутска по мини-футболу в турнире. Вася, можно вот не конкретно по мини-футболу, скажем, по игровым видам спорта, может, я тоже похвастаюсь. Это благодаря открытому чемпионату города Якутска по волейболу, по баскетболу и по мини-футболу. 80% участников седьмых спортивных игр по игровым видам спорта – это все участники нашего чемпионата. И поэтому, вот по волейболу, например, жеребевка у нас не повезло с мужчинами, поэтому попали еще все вместе медленно и вылетели из группы мы, получается. А так остальные по игровым видам спорта все наши задачи выполнены. Выполнены. Отлично. Ну что, спасибо большое, дорогие наши гости, что посетили наш эфир. И, конечно, следующие восьмые спортивные игры «Народов Севера» пройдут в Усть-Алданском Улусе. Мы ждем их с нетерпением. Оставайтесь с нами, мы уходим на рекламную паузу. Итак, мы продолжаем прямой эфир программы «Спорт-клуб». И следующий блок мы посвятим спорту трансплантированных идеализных пациентов. Да, у нас есть замечательный повод. Ведь недавно команда из Якутска вылетала. Раньше мы помним то, что в этой сфере Якутск, но не только Якутская республика, но и всю Россию представлял. Один говорил Чемаханов, но в этот раз вылетела целая команда из шести человек. И у нас прошли национальные игры диализных и трансплантированных пациентов. Соревнования проходили у нас в Нур-Султане в Казахстане. И сейчас мы как раз таки обсудим итоги выступления якутских спортсменов. Ну и как вы уже догадались, дорогие друзья, мы в студию пригласили специалиста Якутского оригинального отделения Всероссийского общества инвалидов Гаврила Чемаханова, а также победителя национальных игр диализных и трансплантированных пациентов Григория Кобякова. Добрый вечер. Здравствуйте, ребята. Гаврил, ну конечно, первый вопрос к вам. Как собирали сборную, как долго готовились, кто помог и с какими результатами мы вернулись из Казахстана? Все на свои деньги, шесть человек. Люди-энтузиасты своего дела, хотели посмотреть такую замечательную страну, как Казахстан. Друзья наши казахстанцы приглашали нас долго, и мы вот решили все вместе поехать и поучаствовать. И вот у нас Григорий Кобяков, представитель села Намцы, Намского района, завоевал золотую медаль. Один из самых таких почитаемых наших спортсменов на сегодняшний день. У меня, к сожалению, не получилось какие-то приобрести, добыть медали, потому что возрастная категория, в которой я выступал, она очень молодая. У меня, если честно, конкуренция серьезная была. Но в плавании могу похвастаться, что из 12 человек у меня четвертое место. В принципе, это для меня такая стимуляция очень большая. Если я здесь проплывал и завоевал второе место минута и три секунды, то в Нашултане у меня 47 секунд. Это уже как бы улучшение. Для себя результат такой хороший. Для себя это очень большой результат. И на следующий год в Алматы я уже, думаю, подготовлюсь и выступлю достойно. Ну, то есть, Гаврил, будем дальше работать и ждем перехода в следующую возрастную группу, чтобы там уже быть помоложе остальных. Ну, хорошо, давайте к Григорию обратимся. Григорий, расскажите, в каких дисциплинах вы выступали и в какой именно дисциплине вы добыли медаль высшего достоинства? Ну, я добыл медаль первое место, завоевал по дисциплине плавания, еще участвовал в боулинге, ну, и занял там, по-моему, пятое место. И в Дарсе тоже там четвертое место занял. Можно я добавлю, первое место, это было вырвано буквально 0,5 секунд где-то. Мы очень сильно болели Грише, и вот я курировал, заплыв и кричал ему, Гриша, давай, вот-вот надо еще чуть-чуть. И вот буквально дотронулся, и следом сразу рука. То есть, 10-й секунду решили, да? Да, я даже под водой слышал его крики, а давай, давай, давай. Слышал под водой Гаврила, да. Григорий, а если такой вопрос, вы все-таки в прошлом спортсмен, вот, занимались всю жизнь спортом, или вот только после того, как с вами вот, ну, случилось такое вот, как бы, ну, даже не сказать, что несчастье, но вот после того, как вы узнали свой диагноз, спорт когда пришел в вашу жизнь? Да нет, я сам как бы не спортсмен, но как бы у нас в районе, да и везде, наверное, по республике все мужчины как бы плавают, да? Да, и при том хорошо, те, которые выросли на берегу реки Лен, вот так, и когда у нас было соревнование, вот, весной, да, в Якутске я там занял третье место после Гаврила, и говорил нам, потом после этого соревнования предложил поехать в Казахстан, и там вот так. Ну, мы вот вообще расширяемся, весной я вот, как я сказал Григорий, проводил с помощью предпринимателей, да, вот соревнования местного, да, раздела. И вот уже собравшись, мы поехали на Шултан, вот. Надо заметить, что люди стали активнее, они уже понимают, что такое спорт, который помогает в обычной жизнедеятельности, Гриша у нас не спортсмен, но благодаря спорту, благодаря какому-то своему внутреннему желанию, он поехал на Шултан, завоевал медаль, при этом мотивация какая-то произошла, он увидел другую страну. Ну, и сейчас мы горим желанием уже посетить следующие игры в Алматы, и дальше больше чемпионат Европы, чемпионат мира, это как бы сочетается уже и мы. Это уже обязательно. Это уже обязательно, ну, взгляд у нас поменялся, я так думаю, у всех. Да, он прав. То есть это такой хороший старт, да, для будущих начинок? Да, такой хороший старт, потому что, вот, еще раз замечу, что это не предел, это не конец, с этим диагнозом можно жить, еще и развиваться. На своем примере я это показываю, и в общественной жизни, и в политической, везде можно благодаря спорту выбиться в люди, как говорится. Я думаю, стоит отметить для наших телезрителей, то, что, может, кто-то вот не знает, да, что такое спорт трансплантированных и диагноз пациентов, это своя олимпиада, скажем так, да, свои международные старты, где принимают участие люди, у которых была трансплантация органов, либо же... В связи со сложной диагностикой пациентов и спортсменов, это совсем отдельная структура проведения соревнований, даже мы не пара олимпиадники, у нас совсем другая специализация, и по ней мы как бы пытаемся быть ориентированы в этом спортивном направлении, и тем самым происходит реабилитация, скажем так. То, что мы сейчас делаем, это мы реабилитируем людей с помощью спорта, с помощью выездов каких-то, такие манипуляции, они нужны, и, соответственно, уже, вот, я приезжал, когда я после Польши приезжал, вот, на этот момент вы уже видите, какой результат приносит спорт, это уже такой обхват получается, масштабный. Ну, действительно, да, вот, спортивное движение в этой сфере не входит в программу адаптивных видов спорта, поэтому, ну, тяжелее, да, развивать это? На кончику мы договариваемся, и в политических каких-то кулуарах уже обсуждаем, чтобы адаптивный вид спорта на следующий год, например, да, если сейчас в этом году в ОМГе мы не были включены, но мы сейчас разговариваем и идем тем путем. То есть идет диалог, да? Да, диалог будет, чтобы нас уже включали, благодаря нашим успехам, товарищей, друзей, мы должны уже и на своей родине, в принципе, выступать достойно, если мы в мире представляем. Уже показываете хорошие результаты. А были ли ваши, вот, в нашей сборной из шести человек девушки? Да, были. У нас были девушки, которые представляют у нас Нюрбинские, Намские, две девушки у нас Намские. Но две девушки, это мы говорим между собой, у нас есть наша почитаемая старшая сестра, Ананамцева, ей примерно около, сколько лет? 50 с лишним. Где-то 50 с лишним. Почему я вот уточняюсь насчет возраста, потому что все возрастные категории могут участвовать, независимо от диагноза, трансплантация почки была или не была, диализ, да, например, если ты был на диализе, там тоже люди участвуют. И это, самое главное, мотивация происходит. Спорт, он объединяет этот достойк, это развлечение и новое знакомство. Ну, основные задачи спорта, в принципе, да? Да. Ну и вот, раньше вот Гаврил начинал один, он за свои денежные средства выезжал, сам представлял республику, Россию даже, добывал медали. Ну и сейчас вот мы видим то, что уже команда в составе 6 человек вылетает. На следующий год у нас уже есть какие-то планы и, может быть, поедет уже не 6, а уже команда более в обширном составе. Очень хотелось бы, чтобы вообще есть планы. Мы уже здесь делаем, да, например, ребята в Казахстане тоже так же начинали, делали у себя на родине. Сейчас у них преимущество того, что правительство с ними работает на короткой ноге. И буквально вот мы заметили, что, Гриша не даст соврать, что все очень было продумано. Мы же инвалиды, первая, вторая группа, да? И до мелочей все было продумано, все под рукой, все очень адекватно насчет питания, насчет проживания, туристические какие-то вылазки были. Это все было в сочетании именно с администрацией города. Нам очень понравилась эта организация. И очень хотелось бы здесь, в Якутске, сделать точно такое же мероприятие. Сделав такое мероприятие в Казахстане, ребята сейчас завоевали статус проведения чемпионата Европы у себя на родине, в Мурсултане или в Алматы. Это также поток туристов и денежных вложений, но это тоже инвестиции. То есть мы планируем тоже взять пример из Казахстана и хотелось бы организовать подобные спортивные мероприятия и у нас в республике, да? А вот, Гаврил, все-таки, если сказать всецело, да, вот в чем нуждается, помимо вот поддержки именно со стороны власти, спорт трансплантированных идеализных пациентов у нас в республике? Всесторонняя помощь, она оказывается. Я твердо уверен, что и в будущем, если мы так будем продолжать работать, то все-таки на нас обратят внимание. Сейчас главное, это, конечно же, у нас финансовая часть вопроса. В этот раз мы тоже с ребятами поехали за свои денежные сбережения. Это ощутимо бьет по карману нашему, ребята не работаем, соответственно, да, и пенсия очень маленькая, соответственно, нужно какие-то дополнительные расходы. Тоже вечно бегать, просить у благодарительных каких-то организаций или у спонсоров деньги, но это тоже нереально. Поэтому очень хочется конструктивно все это как-то поднести, вопрос решить и с правительством найти какое-то общее понимание. Ну, действительно, да, вот шесть человек собрались, собрали деньги, да, и поехали. Ну, и отрадно, что поехали, ну, скажем так, не зря, да, есть результаты замечательные. Ну, вот, а мне интересно, вот, поехали шесть человек, а сколько было людей, которые, вот, если бы нашлись денежные средства, поехали, могли бы поехать и тоже там составить конкуренцию зарубежных спортсменов? Ну, два-три раза больше, наверное, либо. Да? То есть есть у нас какие-то? Да, мы разговаривали, когда еще и соревнования у нас были весной, очень многие хотели поехать, но ввиду зарубежения финансового положения они не смогли. Ну, спрашивали, конечно же, почему никто нас не обеспечивает от государства. Но этот вопрос зондируется, поэтому, ну, первая ласточка, как говорится, была, поэтому сейчас вторая, третья, и, допустим, на четвертую мы что-то уже сможем решить. А вот что касается регламента, например, заранее выходит положение, да, вот, проводящие, ну, грядущих соревнований, и спортсмен выбирает вот себе дисциплины? Нет, там все, как бы, серьезно происходит отбор тех, кто едет на соревнования, там происходит отбор по справкам, если вы, соответственно, без никаких-то нареканий по здоровью, да, если у вас почка, если у вас диализ, то сопутствующих других болезней по печени, по глазам у вас не должно быть. То есть, вдруг там вы бежать будете, ну, и вдруг какая-то там органика у вас откажет. То есть, очень много нюансов, да? Медицинская литература, в этом углубляться не буду, да, есть документы, которые обязательно к рассмотрению, и потом уже выбираете вид спорта, по которому вы участвуете. Соответственно, после этого вы уже не можете прыгать, заранее уже закрепиться. Ну, то есть, это такое очень, да, очень много нюансов, да? А вот, что касаемо Григория, взяли золото в плавании, а дальнейшие, в каких видах спорта хотите себя сейчас усовершенствовать, чтобы потом показать всем, кто такой у нас Гаврил Кобяков? Ну, после этой медали, вообще, вот мотивация бы сказали, да, у меня вообще такая мотивация пошла, что надо еще усовершенствовать этот вид, да, как бы еще... Плавание еще, да, плавание. И хотел бы по дартсу... Попробовать. Попробовать, ага. Очень интересная игра дартс, оказывается, она как-то так по-другому сложена у них. Мы в первый раз кидали, бросали, играли, не знаю, ну, это профессиональные, да? Ну, у нас есть федерация здесь, да? Мне кажется, будете с ними сотрудничать. Давайте мы вот покажем медаль, и вот у этой медали чуть-чуть история такая с Григорием связана. Вот. Григорий сломанным ребром плавал. Да вот что! Он свалился с лошади у себя в намцах перед соревнованием. Ну, что ж, действительно, это золото, которое ковалось вот героизмом. Да, еще раз поздравляем вас с вашими успехами. Гаврил, Григорий, желаем вам удачи в дальнейших стартах. Ну, а мы с вами, дорогие телезрители, увидимся после... И снова здравствуйте! Вы смотрите в прямом эфире программу «Спортлуб». Наступил заключительный четвертый блок. Да, и мы его посвящаем смешанным единоборствам, ведь у нас представители ММА отличились. В хорошем смысле этого слова у нас есть ряд побед на престижном турнире, который прошел в Бурятии. Ну, и мы пригласили наших спортсменов. С большим удовольствием представляем вам гостей заключительного блока. У нас в студии президент Федерации современного панкратиона МФП по республике Саха-Якутия Иван Ахлопков и профессиональные бойцы ММА Андрей Лаптев и Григорий Барашков. Добрый вечер! Здравствуйте! Ну, Иван, конечно, первый вопрос к вам. Как съездили? И, конечно же, самое главное, каковы результаты? Спасибо. Добрый вечер всем. Ну, съездили по приглашению Виталия Хаптареева. Это президент Федерации профессионального панкратиона Бурятии. Хорошо ребята выступили. Там, получается, турнир международного уровня. Получается, лучшие бойцы из Тувы, с Монголии, с Кыргызстана были, с Хабаровска, с Улан-Удэ, с Кяхты. Еще откуда-то были. Широкая география его турнира. Ну, Андрей Лаптев подрался на весе 61 килограмм. Получается, раньше он тоже в этом весе дрался. Сейчас перешел на 57. Он как бы переступил в свою черту, наконец-то. И свой рекорд он сделал уже 6-0 по профессиональным боям. По профессиональным, 6-0. Да. Ему предстоял соперник Олдох Бояр Тимуджин, ударник. И по каким-то непонятным причинам мы в день взвешивания узнаем то, что он не приехал с Монголии, а приехал в другой спортсмен. Более опытный спортсмен. Ну, я вот имя сейчас на скидку не вспомню, потому что его списки даже не было. И вас об этом не предупредили. Да. Ну, как-то так получилось. Я не знаю, я не думаю, что это из-за корыстных целей там. Просто случайно. Да, они забыли сообщить. Так получилось, да? Да, да. Ну, в Шан-Митре, конечно, такое не бывает. Но, тем не менее, мы с Андреем подумали. Быстренько изучили этого соперника нового, которого за день узнали. Оказывается, он очень хороший ударник, чемпион Монголии по боксу. И также чемпион Монголии по грепплингу. То есть, получается, человек тоже растет разносторонний. Но, тем не менее, бой прошел нормально. На ура. Да, и у нас есть, кстати, видеозапись поединка Андрея. Вот, давайте попросим нашего режиссера включить эту запись. И попробуем проанализировать ход поединка. Дорогие друзья, просим режиссера включить. Ну и вот, мы говорим о том, что была замена, да, и пришлось вот в быстром режиме. Прямо вот с телефона, наверное, вот благодаря интернету, вот видеозаписи, да, смотрели с их поединка. Интернет сейчас сила, получается, как говорится, молодежь. Ну, получается, он чуть-чуть больше был Андрея. Ну, весом они были одинаковы. Ну, по габаритам он был больше, и по физике, кажется, он превосходил Андрея. Ну, Андрей, каковы впечатления от поединка, вот, и по сопернику, что можешь сказать? Ну, соперник, как вам сказать, я, как бы, узнал о нем вообще ровно на взвешивании. И, как бы, ментально немножечко, ну, занервничал. Ну, а потом уже, как бы, благодаря тренеру хорошо настроил, и нормально. Но в чем, что ты считаешь, в чем тебе повезло, в чем ты, вот, преобладал над ним? Ну, тут везения нету, тут главное целеустроенность и работа, работа. Работа в зале. Да, и поэтому, то, что я сделал, я, кстати, его и отрабатывал утром до, перед боем, когда ездил пропотеть. Как бы, это один из вариантов я предусматривал. То есть, у тебя это было отработано? Да, то есть, я ждал того, ну, от соперника этого. Ну, и, Андрей, вопрос, у тебя уже становится рекорд 6-0 на профессиональном ринге. Ну, на профессиональном уровне, вот, что скажешь насчет этого и каковы дальнейшие планы по ММА именно? Ну, про планы скажу, идти вперед, ну, дальше, все зависит от тренера, что предложит и что будем делать. Хорошо, переходим к Григорию. Да, Григорий у нас в скором времени выступит на очень масштабном турнире, который пройдет, кстати, вот уже в скором времени, да? Я думаю, Иван нам проанонсирует. Расскажите нам про этого, Мальца. Григорий Барашков, 20 июля мы тут организуем турнир при поддержке Министерства спорта Республики Сахай-Куте. То есть, при поддержке Министерства молодежи, я прошу прощения, неправильно говоря, урелся. И при поддержке УФКИМС, и при поддержке Файтнайтс, при поддержке МФП будет турнир здесь в памяти наших ребят, которых сейчас с нами нету. Это получается Алексей Никифоров, чемпион Республики по ММА и по грэппингу, масса спорта по Хабцагаю и Игорь Сивцев, чемпион Республики по ММА, масса спорта по Хабцагаю и тоже победитель между двух турниров по боям, без правил профессиональных. В памяти их будет у нас турнир здесь. И в этом бою, то есть на этом турнире Григорий Барашков, он возглавит карт, то есть он будет драться в главном бою вечера против хабаровского спортсмена. Его зовут Вадим Рязанов. Если кому-то фамилия интересна Рязанов, я думаю, Григорий сам расскажет. Ну, соперник является, ну, имя Вадим Рязанов, то есть является братом Евгения Рязанова, который очень опытный. И в 2017-м на Кубке Мэра он приходил и дрался с Борисом Федором, где одержал победу решением. Поэтому тоже хочется уже выиграть как бы у Рязановых у себя на родине, так сказать. Ну, реванш устроить такой, да, пусть косвенный, но это и будет реванш, да, действительно. Я думаю, Евгения Рязанова, вот, любители спорта, которые смотрели нашу трансляцию, которые, да, кстати, мы вот с Иваном как раз-таки комментировали и этот поединок в том числе. Ну, я думаю, будет очень интересно. Ну, а заговорили мы об этом турнире, да, памяти Алексея Никифорова и Игоря Сивцева. Турнир у нас носит название «Железная лига». Это уже у нас 13-й по счету турнир будет. И сколько поединков будет в рамках этих соревнований? Ожидается 10 боев в карде. Ну, как бывает всегда, сейчас многие бойцы, кто травмировался, кто заменился уже там, ну, работа идет, в общем. Ну, из, как бы, любимцев якутской публики из мира ММА, получается, там будут драться Октябрин Яковлев. Вот Андрей там же будет дальше драться. Еще будут драться Маруф Сафаров. Он, кстати, я его тоже возил в Бурятию. Маруф там дрался на 7 сковорам. Он выиграл у хорошего тувинца. Его звали Михаил Чергин Ол. Он чемпион тувы по боксу, получается. Он его Маруф выиграл. Вот тот же Маруф сейчас у нас будет драться. Еще будут драться Узаир Абдураков. Это человек, который представляет республику там, у нас в России, на нормальных турнирах. То есть ребята сейчас активно готовятся к этому мероприятию, да? Да. Андрей, какие твои надежды возлагаешь на этот поединок? Ставишь перед собой цель определенную? Да, да. Обязательно. Очередную победу желательно досрочно. Ну и сейчас у Андрея соперник и у Григория соперники уже известны. Вот какая работа идет? Вот тоже через, получается, интернет, ознакомление и вообще как процесс у нас? Ну, процесс я также отрабатываю в свои сильные стороны, также и дорабатываю что-то. Что-то прибавляю и все. А вообще сколько лет ты вот именно в этом виде спорта? Три года. Всего лишь три года, да? Три года. А что касается Григория? Ну, примерно так же тоже. Они в одно время уже пришли. Только разные месяца пришли в команду. То есть это вот ваши такие, пока, так сказать, еще юнцы, можно сказать, да? Да, да. Три года. Но уже достаточно опытные, да? И такие... Рекорд 6-0, отличное начало. О многом говорит, да? Да. Так, давайте проанонсируем, когда и где будет проходить российский турнир. Перед этим анонсом я хотел бы еще вкратце подчеркнуть Бориса Федорова, который в скором времени будет стартовать на очень ответственном турнире, и пока не будем оглашать, но его там уже подписали, и он в данный момент там готовится в Китае. Так что ждите хороших новостей о Борисе Федорове. Про турнир анонсировать 20 июля, 6 часов вечера. Дорогие друзья, приглашаю всех любителей спорта, ММА, мира боев, поболеть за наших ребят. И 19 июля на площади Аженкидзе будет взвешивание, фотографирование, и фейс-то-фейс, и пресс-конференция там же будет. Ну, как и полагает, да, вот в мире смешанных недоборств, все зрелищно, в том числе и, конечно же, процесс взвешивания, конечно, фейс-то-фейс, это все в рамках добрых традиций. Ну, хорошо, 20 июля, 18.00, место сбора, куда? Да, приедут представители с МФП, наши друзья, братья, приедут представители с Файтнайца, так что будет интересно, ребята. Где будет происходить-то все зрелище? Аженкидзе, площадь, это будет взвешивание, а 20, 6 вечера будет 50 лет победы. Да, ну что ж, Иван, Андрей и Григорий, мы очень рады, что опять-таки радуете нас, продолжаете радовать нас замечательными результатами на выездных соревнованиях. Желаем вам удачи в дальнейших стартах. Ну, а перед тем, как попрощаться, дорогие друзья, еще раз напоминаем, 20 июля, 18.00, под сводами 20 спорта 50 лет победы, пройдет замечательный турнир под названием «Железная лига номер 13». Мы с вами прощаемся ровно на неделю. Занимайтесь спортом. Занимайтесь спортом. Занимайтесь спортом. Продолжение следует...